АЛЛУДА ДАШИВЧ АЛХАНОВ Ныне заместитель министра юстиции Российской Федерации. Один из известнейших выпускников когда-то школы транспортной милиции в Могилёве. Ныне Могилёвского высшего колледжа. 39-е выпуска он приехал отметить в Альмаматор. Так вот, чем же он известен? АЛЛУДА ДАШИВЧ, здравствуйте. Здравствуй, Андрей. Не изменилось ли ваше отношение спустя столько времени к белорусам? За годы моей учебы в Могилёвской школе транспортной милиции и те воспоминания, то мое мнение, которое сложилось о Белоруссии, о белорусах, я проношу через все те годы, которые я живу после окончания Могилёвской школы. И эти чувства вместе со мной до конца моей жизни, моё отношение к этому краю пронесу. Сколько уже прошло времени, я честно вам скажу, в любом месте, где я встречаю белоруса, я ему всегда говорю «земляк». А ваше отношение к Чечне изменилось? Скорее всего, Чечня или Чеченская республика, как правильно или как вам больше нравится? Если честно, название Чечня мне не нравится. Мне кажется, что это какая-то обрубленная фраза получается «Чечня». Хотя полное название моей малой родины – Чеченская республика. Но, тем не менее, я считаю, это не меняет сути, не моё отношение к моей малой родине, к земле моих отцов. – Алло, Дадашевич, на ваш взгляд, почему так часто Восток и Запад не находят общего языка? – Андрей, эта тема очень глубокая. – Глубокая, согласен. И, по-моему, один из известных западных писателей, он сказал, что Восток и Запад, Анатолий Киплер, они как бы идут параллельно друг к другу и никогда не соединятся. Я со своей точки зрения с этим и не согласен. Я уверен, и Восток, и Запад соприкасаются. Без этого, наверное, невозможно было бы существовать на этой планете. Азия, Европа и так далее. Но сам по себе этот вопрос, на него нельзя ответить в двух словах. Это очень больная тема. И причем для России она, возьмите, с момента начала освоения кавказских земель, где-то вторая половина XVII века, хотя связи зарождались чуть раньше. Тем не менее, это очень непростой, тернистый путь. И, безусловно, как в любом большом деле, тем более в таком непростом, были и сложности, и были трудности, были ошибки. – Но все-таки Чеченский регион не очень спокойно был. А на Ваш взгляд, кому нужна была воена в Чечне? – Смело я, будучи президентом Чеченской республики, об этом говорил. Чеченскому народу совершенно не нужна была эта война. И не чеченский народ ее начинал. К великому сожалению, как и у других народов, у нас всегда появляется горе национал-патриоты, которые откуда-то находят идеологию. Эту идеологию вбрасывают именно в тот момент. Представьте себе, развалили Советский Союз. И вот, когда и в России в целом, и на Кавказе пошли вот эти бурные процессы, это парад суверенитетов. И вот это сеймо было брошено именно в тот момент, когда, к великому сожалению, огромная страна переживала, ну, небывалый кризис на своем историческом пути. И то, что, к великому сожалению, когда перестали контролировать, а кого же обучают в высших духовных учебных заведениях на Ближнем Востоке, отправляли детей, родители думали, что они учат традиционный ислам, а получалось, что там готовили настоящих ваххабистских проповедников. И они, конечно, молодые, они намного наглее, как бы подкованнее тех у нас фактически в России на тот момент, в 90-е годы, как такового серьезного, высшего духовного ни института, ни медресаэта, не было. И поток вот этих молодежи, которые стремились в арабские страны, где, к великому сожалению, далеко не во всех странах проповедует традиционный ислам, там, напитавшись вот этого, на мой взгляд, достаточно радикального, начитавшись, научившись вот этим тенденциям радикального ислама, люди вернулись и в Дагестан, и в Чеченскую республику, и в Кабаднин-Балкарии, в Ингушетию и так далее. И вот это семя, которое, как бы, тогда забросили, к великому сожалению, с учетом не совсем просчитанных шагов, оно позволило зародить вот такую неспокойную, не совсем уверенную ситуацию в целом на Северном Кавказе. Но сейчас там все спокойно. Я очень надеюсь, что в самые сложные времена на Северном Кавказе прошли. Алло, Дадашевич, не могу не упомянуть и про проблему террористических актов, терроризма в мире. Кавказ не исключение, а вот болит душа, когда некие такие факты происходят, в том числе где-то и у вас на родине. Посмотрите, вот любой террористический акт в любой стране здравомыслящие люди сопереживают. Так оно и должно быть. Жестокие террористические акты и в основном в отношении кого? В отношении простых, нормальных людей, жителей, граждан. При чем тут они? Зачем они должны нести себя в жертву ради какой-то идеологии? Если ты считаешь себя борцом за идею, не надо бороться с простыми людьми. Зачем? Алло, Дадашевич, мы помним, что Грозные – это фактически были сплошные руины. Что-то изменилось? Вообще изменилась ли республика с тех времен? То, что город мы все видим. Город выстраивается, город хорошеет. Слава Богу, в республике очень много хороших, позитивных изменений. Я недавно был, дороги отстроены очень хорошо. Очень много объектов социально-культурного назначения. То есть, очень много позитива. Школы, мечети, театры – это очень большой объем работы. Поэтому это все, конечно, в позитиве. А так, республика, слава Богу, есть, конечно, проблемы, как и в любой территории. Есть какие-то проблемы. На мой взгляд, очень важный фактор – это фактор в криминальном плане – одна из самых спокойных на сегодняшний день территорий Северного Кавказа. Если мы хотим строиться, если мы хотим вершить добрые дела, для всего это должна соответствовать криминальная обстановка, криминальная ситуация. Она, опять-таки, факты, вещь упрямая. Она, слава Богу, по Чеченской республике достаточно спокойная. Алло, Дадашевич, как выходцы из Кавказа относятся к белорусам, в целом к нашей стране? Вот честно скажу, я даже не хотел бы, допустим, выделять в этом плане ни чеченцев, ни ингушей, ни дагестанцев. Я могу, в общем, сказать и с уверенностью, Белоруссия, вот я в начале нашего разговора говорил, что она очень гостеприимная страна, очень доброжелательный народ. И в этом я увидел, убедился достаточно давно, 32-33 года назад. Поэтому вот эти черты, наверное, высокого гостеприимства, доброжелательности, удивительно толерантного отношения к жителям или к выходцам других народов, все это, по крайней мере, говорит и дает основания для того, чтобы считать, не считать, а так оно и есть, Белоруссию очень комфортной страной, очень комфортным государством. Я знаю, что вы очень часто бываете в Могилеве. Вообще город изменился. А что вам у нас нравится? Когда я приехал 33 или 32 года спустя, вновь увидел Могилев, вы знаете, я был приятно, во-первых, удивлен. Город расстроился. В городе чисто, убрано. Чувствуется, что в городе есть хозяин. Есть люди, которые думают и о горожанах, и о чистоте города. Я в первую поездку, вот в апреле этого года, встречался с Петром Михайловичем Рудником, губернатором Могилевской области. Он рассказал о сегодняшнем дне области города и о планах на будущее. И о том, что делается и сделано. Еще раз, честно скажу, был приятно удивлен. Очень хорошие, очень конкретные планы на будущее. Самое главное, что я хочу отметить, это вот белорусы такие же трудолюбивые, такие же ответственные, такие же совестливые. И вот не потеряли ни культуру труда, ни любовь к труду. А народ, который трудится, народ, который не боится трудностей в работе, он плохо жить не будет. Мира, добра, достатка, согласия в Доме белорусов. Ну и, безусловно, процветание нашему союзному государству. И это тоже, я считаю, очень великое достояние наших народов. Спасибо, Алуда Дашвич, за беседу. И будем надеяться, что мы увидим вас в Могилеве еще не раз. Спасибо. Спасибо, Андрей. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»